Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy, и мы с вами продолжаем записывать, разбирать 10 тысяч английских слов. Если нравится идея данного видео и самого видео, то просьба поставить лайк. Окей? Thanks! Спасибо! Действительно, для меня очень важно ваше отношение к тем или иным видеоплейлистам. Вот вы говорите, что вы хотите, чтобы действительно чаще были видео именно из этой серии. Я постараюсь. Обязательно, что вам нравится, какие-то плейлисты, темы, говорите. И действительно, мы постараемся именно все записывать, как вы говорите. И, конечно, смотрите весь плейлист «10 тысяч английских слов». У нас есть различные плейлисты. Я думаю, это вы легко найдете на канале в рубрике «Плейлисты». И, конечно, также смотрите различные топ-видео, такие как «Английские с нуля», «200 фразовых глаголов», «150 английских конструкций», «300 английских глаголов» и многие другие. Они тоже есть в разделе, должны быть в разделе «Популярное» на канале. И мы с вами продолжаем, но мы с вами будем не просто разбирать слова. Вот смотрите, например, слово такое «humpful». Во-первых, вспомнишь такое «harm». «Harm» переводится как «вред». И, соответственно, такой тестик сразу «наносить вред». Мы с вами, в принципе, разбирали это в том видео, в предыдущей части. Значит, «do» или «make harm». Что верно, вот что правильно. «Do harm», то есть «приносить вред», «приничать вред» или «make harm». Вообще, вот я вот когда над тем подумал, у меня появилась идея. Но вот иногда мы видим там 10 выражений со словом «do» или там 10 выражений со словом «make». А что сделать нам все, практически все выражения со словом «do» и «make»? Соответственно, выписать презентацию и делать в одном видео. Разберем с вами где-то 30 выражений с «do» устойчивых и 30 выражений устойчивых с «make». Почему это не сделать? Это очень важно, это очень полезно, нужно это знать. И мы говорим «do harm». «До harm». Например, это причиняет вред окружающей среде. «It does harm to the environment». «It does harm to the environment». «It does harm to the environment». Видите? Именно так. «It does harm» – это причиняет вред. «It does harm to the environment». И дальше, вот когда я взглянул на прилагательный, «harmful» – это вредно, а, соответственно, «harmless» – это безвредно. И вот многие, например, скажут, «это вредно для окружающей среды». И многие говорят так, смотрите. «It's harmful» – это вредно. «It's harmful» – «harm» и суффикс «ful». «It's harmful» – «for the environment». Не болеемся написать «it's harmful» – «for the environment». И многие так говорят. Но мы с вами не просто разбираем слова. Мы стараемся разбирать какие-то грамматические аспекты. У нас с вами есть достаточно подробные плейлисты по грамматике, соответственно, видео 150 английских конструкций, времена простым языком, то есть предлоги. Мы все разбираем по полочкам. И на самом деле есть в «Откройте словарь», ну, не знаю, как вы, но я предпочитаю пользоваться англоязычными словарями, там различные издательства, как Longhorn, Macmillan, Cambridge, University, различные. То, вы обратите внимание, я еще давным-давно это узнал, что «harmless to» – это типичная ошибка. То есть обычно дословно говорят «for», там «this is for you» – «это для тебя», «this is for you». Но это вредно для… Когда говорить «harmless to», после «harmless to» – нужно предлог «to». использовать. В общем, здесь какая, соответственно, интересная вещь. «It's harmful to the environment». Или можно сказать «it's harmless». То есть это не приносит вреда. «It's harmful to the environment» or «it's harmless». Or «it's harmless to the environment». Соответственно, это противоположное. Далее «babysitter», соответственно, «няня», «осиделка», там «there is our», где «наша няня» – «where is our babysitter». «Where is our babysitter». Интересно, что все просто. «Where is our babysitter». Далее, более сложные, интересные слова – это «background». Значит, «background» – это фон. Если на заднем фоне, то это будет выражение. Например, «we can see it». И как это будет? «We can see it in the background». То есть мы это можем видеть на заднем фоне. «We can see it in the background». И, соответственно, есть такое слово «resume» – означает «возобновлять». Например, «he resumed his work». То есть он продолжил работу, возобновил работу. «He resumed his work». Вот так, видите, у нас такое полное погружение в английский язык. «Harmful» – «harmless». «Babysitter» – «background». «Resume». «It does harm to the environment». «It's harmful to the environment». «It's harmless to the environment». «There is our babysitter». «We can see it right». «We can see it in the background». «He resumed his work». И на самом деле есть слово «background». Другое значение «background» означает как будто твоя краткая биография, твои навыки, твои умения. И, например, можно услышать вопрос и не поленюсь уделить особое внимание этому значению, потому что действительно это часто упряется. «So, what's his background?» То есть какая его краткая биография, то есть какие его навыки, какие его умения, какой его опыт. «What's his experience?» «What's his background?» «The background» – это то, что у вас накоплено, что за вашими плечами. «What's his background?» То есть какой он? «What's his background?» То есть какой его опыт, какой его навыки, умения? «What's his background?» And then you, you know, talk about… Затем вы говорите about his education, о его образовании, about his skills, навыках, about his experience and so on. Right. Okay? Next. «Badly». Основное значение «badly» – это «плохо». например, «She speaks English». «She speaks English». Он говорит по-английски «так плохо». «She speaks English so badly». Но также на самом деле есть у «badly» другое значение. Означает «сильно». Например, «He was beaten very badly». То есть его очень сильно избили. «He was beaten very badly». «Bit, bit, beaten». Далее, «monotonous». «Монотонный». «Монотонный». Значит, «your goals» очень монотонный. «Your voice». «Your voice is very monotonous». «Your voice is very monotonous». «Mechanical». «Механическая». Значит, «я думаю, I think…» «Я думаю, эта работа очень механическая». Так и переводится «рутина». Какое-то однообразие. «Я устал от этого однообразия». «I'm tight». «I'm tight». «I'm tight». Давайте будем писать, чтобы у нас все вместилось. «I'm tight». И вспоминаем, какой предлог после «tight». Конечно же, это предлог «of». «I'm tight of». «Я устал от этой рутины». «I'm tight of this routine». И «баллон» означает «шарик». Например, у детей были шарики. The children… У детей было несколько шариков. The children had several balloons. The children had several balloons. Итак. So, was his background badly? She speaks English so badly, He was beaten very badly. Her voice is very monotonous. I think this work is very mechanical. I'm tired of this routine. «Balloon». The children had several balloons. Next. «Kite». «Kite» переводится как «летучий змей». Например, мы видим летучего змея на небе. «We see a kite in the sky». «We see a kite in the sky». «We see a kite in the sky». Далее. «Bandage» – повязка. Соответственно, «and plaster» – это пластырь. Ну, пример. Такой пример. «I have» – у меня есть. «I have a bandage». У меня есть. «I have a bandage and a plaster». У меня есть, естественно, повязка и пластырь. «Покажи мне свою рану». Здесь, кажется, уже немножко посложнее. Словно, еще слово «рано» знать. «Show me». «Show me your». И вспоминаем, будет как слово «рано». «Show me your wound». «Wound» – это «рано». «So, I have a bandage and a plaster. Show me your wound». Или «покажи мне свой, не знаю, там, паре». «Show me your cut». «Show me your cut». «Cut» – это «паре», «соран», конечно, это «боль» уже такое сильное. Далее «base». Значит, «base» – это «база» и «базируется». Например, «I base» – или, можно сказать, «мои мысли», «мои идеи». «Идея», соответственно, «мои рассуждения». Давайте, «my ideas», самое простое. «My ideas are based». «My ideas» – они базируются на моем опыте, на моем личном опыте. «My ideas are based on my personal experience». «My ideas are based on my personal experience». «My ideas are based on my personal experience». И «basic» – базовые. Соответственно, мы изучили какие-то базовые вещи. «We studied some basic things». «We studied some basic». «We studied some basic things». «We studied some basic things». Давайте с вами изучим или повторим основы грамматики. «Let's revise the basics». Повторим. «Let's revise the basics of grammar». «Let's revise the basics of grammar». Значит, «basis» также берется как основа, основание. Например, они это делают на добровольной основе. «They do it on a voluntary basis». Или они делают это на постоянной основе. «They do it on a regular basis». Так очень часто встречается такое. «They do it on a regular basis». «In other words, I can say they do it quite regularly». «Regularно» – «quite» – довольно регулярно. «Quite regularly». «Let it found». Смотрите, не путайте. Есть глагол «find» – «находить». И вот вторая и третья форма – «foundfound». А есть глагол «found» – «основывать». Например, «the company was founded». Давайте более сложный. «Moscow was founded». «Москва была основана в каком году?» «Москва was founded in». И вспоминаем год. «So, if I'm not mistaken, если не ошибаюсь». «In 1147, Moscow was founded in 1147. So, I hope that my memory is good». Надеюсь, что моя память хорошая. «Moscow was founded in 1147». «So, основание компании» – «foundation» – «основание». Значит, «основание компании» – «the foundation of the company» – «было шокирующим событием». То есть, основание учреждения компании. То есть, другим словом, создание компании. «The foundation of the company was a shocking event». «Shocking» – «шокирующее event» – «событие». И такое приятное слово, как «organization». Приятно, что легко его очень перевести. «Organization» – «организация». Эта организация очень мощная. «This organization is very powerful». Эта организация очень мощная. Повторяем. «Basics» – «let's revise the basics of grammar». «Basis» – «they do it on a regular basis». «Found» – «Moscow was founded in 1147». «The foundation of the company was a shocking event». «Organization». «Organization». Причем, два раза «foundation», но обратите внимание на произношение. Смотрите, почему многие произношают «organization», но это не так. «Organization». «Organization». «This organization is very powerful». «Right?» «Well». Итак, next. «Balcony». «Balcon». «Her balcony». «Your balcony looks so fashionable». «Выглядит таким стильным». «Her balcony looks so fashionable». «Такой стильный балкон», «такой красивый». «Facility». «Facility» – это удобство. Например, «fitness club» предлагает различные удобства. «So, the fitness club». «The fitness club provides» «The fitness club». «The fitness club». «Fitness». 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 «Это здоровье, fitness» – «это здоровье», «fitness». «The fitness club provides» «The fitness club provides» «different facilities». То есть, получается, что фитнес-клуб представляет различные удобства. Все знают, кто ходит в фитнес-клуб, что это за удобство. Итак, central – это центральное, а вот heating – это отопление. Например, центральное отопление было выключено. The central heating was off. The central heating was off. I heat – это жара. Hot – это hot – это жарко, heat – это жара. Но я не могу выносить эту жару, я не выношу. Такое сооружение есть – can't stand. I can't stand this heat. I can't stand this heat. So, her balcony looks so fashionable. The fitness provides different facilities. Central heat heating. The central heating was off. I can't stand this heat. Next. Fit – это здоровый, в форме. I want to be fit. Я хочу быть здоровым. I want to be fit. I want to be fit. Fitness. Значит, фитнес. Что ты думаешь о фитнесе? What do you think about fitness? Что ты думаешь о фитнесе? What do you think about fitness? Или aerobics. Aerobics. Соответственно, аэробика. Она начала заниматься аэробикой. И вспоминаю фразовые глаголы. Начали что-то делать. Это take up. Можно сказать, she took up aerobics. She took up aerobics. У нас есть в своем видео 200 фразовых глаголов. She took up aerobics. Далее, individual. Индивидуальный. Например, я предпочитаю индивидуальный подход. I prefer an individual approach. Я предпочитаю индивидуальный подход. И тренинг, тренировка. Эта тренировка очень интенсивная. This training is very intensive. This training is very intensive. So, I want to be fit. What do you think about fitness? She took up aerobics. I prefer an individual approach. This training is very intensive. Ну, или, тренер. Значит, тренер. Он очень опытный тренер. He is a very... Вспоминаю как бы слово опытный. Опыт – это experience. Верно, experience. А опытный – это experienced. He is a very experienced trainer. Или также coach. Coach – это co-coach. В принципе, аналог слова тренер. То есть, тренер или coach. Также называют сейчас очень модное слово. He is a very experienced trainer. He is a very experienced coach. Кауч. Или, можно сказать, expert. Expert – это эксперт. He is a real expert. Он настоящий эксперт. Например, в английском языке. He is a real expert. Там или в английском языке. Там или в бизнесе. He is a real expert in English. He is a real expert in business. И, соответственно, есть такое слово, как гуру. 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 Значит, гуру так и переводится как гуру. То есть, это очень-очень известный человек, очень большой эксперт. То есть, он гуру в маркетинге. То есть, он просто us. He is a guru in marketing. He is a guru in marketing. И senior переводится как, соответственно, старший. В контексте, например, он старший менеджер. Повторяем. So, he is a very experienced trainer. He is a very experienced coach. He is a real expert in English. He is a real expert in business. Гуру. He is a guru in marketing. Senior. He is a senior manager. Next. Bold. Bold означает, что лысый. Значит, he is bald. Значит, он лысый. He is bald. He is old. Он старый. He is old. Или haircut. Haircut означает стрижка. То есть, на тебе нужно постричься. Можно сказать так. You need a haircut. You need a haircut. Hairstyle. Прическа. Ее прическа очень необычная. Her hairstyle is very unusual. Her hairstyle is very unusual. И mustache. Mustache означает, соответственно, усы. Он отрастил усы. He grew a mustache. He grew a mustache. И ballet – балет. Например, она изучала балет. Проходила балет. She started ballet. Обратите внимание на произношение. She started ballet. She started ballet. Вот именно так. Право описание. She started ballet. Повторяем. Итак, so, bald. He is bald. He is old. He is bald. He is old. You need a haircut. Your hairstyle is very unusual. He grew a mustache. Значит, ballet. She studied ballet. Она проходила балет. Ну, действительно, всякое бывает. So, different things happen. Different things happen. Right. Мы с вами продолжаем. Next. Значит, bullet переводится как пуля. Это пулевое ранение. It's a bullet wound. Мы с вами говорим, что wound – это раны. It's a bullet. It's a bullet wound. Далее, basket. Basket – это корзина. Да, принеси эту корзину. Bring. Может быть, bring this basket. Bring this basket to me. Bring this basket to me. Или можно сказать более верно. Could you bring? Could you bring? Could you bring this basket to me? Далее. Basketball. Basketball. Я увлекаюсь игрой в баскетбол. I'm keen on playing basketball. I'm keen on playing basketball. Darkness. Темнота. Например, все было в темноте. Everything was in darkness. Everything was in darkness. Arrival. Значит, прибытием мы были уделены его прибытием. We were surprised. We were surprised. We were surprised by his arrival. We were surprised by his arrival. Okay, so, bullet. It's a bullet wound. Could you bring this basket to me? Right. So, I'm keen on playing basketball. Everything was in darkness. We were surprised by his arrival. Далее, bat. Приводится как летучая мышь. Например, она испугалась летучей мыши. She got frightened. She got frightened. She got frightened. То есть, она... Есть украшение get. Там, get scared. Get frightened. Get afraid. В принципе, все это очень похоже по значению. She got frightened. She got frightened of that bat. Она испугалась летучей мыши. She got frightened of that bat. Alien. Пришелец. Боишься пришелецов? Are you afraid of aliens? Or do you believe in aliens? Are you afraid of aliens? Battery. Батарея. Соответственно, my battery is very low. То есть, дословно, моя батарея очень низкая, но с нее очень низкая зарядка. My battery is very low. I need to charge it. Мне нужно ее зарядить. My battery is very low. I need... I need to charge it. To charge it. I need to charge it. Load. То есть, нагрузить. Например, он загружен работой. He is loaded with lots of work. Он загружен очень большим объемом работы. He is loaded with lots of work. He is loaded with lots of work. Upload. То есть, на upload это выгрозить. Например, на YouTube что-то. I'll upload this video lesson soon. Я выгружу скоро этот video lesson. I'll upload this video lesson. Video урок. Скорее. I'll upload this video lesson soon. I'll upload this video lesson soon. Okay, so, she got frightened of that bad. Are you afraid of aliens? My battery is very low. I need to charge it. He is loaded with lots of work. Upload. Upload. Получается, I'll upload this video lesson soon. Next. Brilliant. Блестяще. Твоя идея блестяще. Your ideas are brilliant. Your ideas are brilliant. Твоя идея блестяще. Your ideas are brilliant. Rainbow. Радуга. Just imagine it. Только представьте себе этот. Just imagine it. Мы увидели радугу. Just imagine it. We saw a rainbow. Мы увидели радугу. We saw a rainbow. Sea. Значит, sea это море. Можно сказать, я купался в море. I was swimming. I was swimming. I was swimming in the sea. Or I was swimming in the ocean. Я купался в океане. Deep – это окунуться. Он окунулся в воду. He dipped. He dipped into the water. He dipped into the water. He dipped into the water. Okay, so your ideas are brilliant. Ваша идея блестящая. Just imagine it. We saw a rainbow. I was swimming in the sea. I was swimming in the ocean. Deep. He dipped into the water. Next. Pour – лить. Например, льет дождь. The rain. The rain is pouring. The rain is pouring. Далее – bean. Right. So bean – переводится как фасоль или бобы. Do you like beans? Do you like beans? Do you like beans? Далее – beard. Борода. Он отрастил бороду. He grew a beard. He grew a beard. Bite. Кусаться. I don't bite. Я не кусаюсь. I don't bite. It's a joke. Это шутка. I don't bite. It's a joke. I don't bite. It's a joke. Next. Бить. Бить. Мы с вами говорили, что это неправильный глагол. Бит. Бит. Биттен. Значит, его побили. He was bitten. Очень сильно. И очень сильно мы с вами также говорили, что это слово badly. He was bitten very badly. He was bitten very badly. Итак. Получается. Pour. The rain is pouring. Do you like beans? He grew a beard. I don't bite. It's a joke. Beat. He was bitten very badly. Далее. Bell. Bell звонок. Но раззвенел звонок. The bell rang. Ring rang rang. The bell rang. The bell rang. Visitor. Посетитель. Там было несколько посетителей. There were several. There were several visitors. There were several visitors. Bake. Печь. He bakes bread. Он печет хлеб. He bakes bread. Below. Ниже. The temperature. Температура ниже нуля. The temperature. The temperature is below zero. The temperature is below zero. Beneath. Непосредственно под чем-то. Например. It's beneath the roof. Это под крышей. It's beneath the roof. It's beneath the roof. То есть это под крышей. Получается. The bell rang. There were several visitors. He bakes bread. The temperature is below zero. It's beneath the roof. Next. Underneath. Также непосредственно под чем-то. They were sitting underneath the tree. Они сидели непосредственно под тем деревом. They were sitting. They were sitting. They were sitting underneath. Underneath. That tree. They were sitting underneath that tree. Next. Countryside. Сельская местность. This countryside. Это сельская местность. It's the most beautiful place. It's the most beautiful place. Самое красивое место. It's the most beautiful. Или самая красивая область в этом регионе. It's the most beautiful area. It's the most beautiful area. In this region. В этом районе. In this region. It's the most beautiful area in this region. Beside. Возле. Например. He was standing. Он стоял возле окна. He was standing. Beside. The window. Beside the window. Beside the window. И besides означает. Кроме того. Besides. Кроме того. Besides. He. Он был абсолютно прав. He was absolutely right. He was absolutely right. He was absolutely right. Besides. Кроме того. Или besides that. Besides. He knew it. Он знал это. He knew it. Кроме того. Он это знал. He knew it. Он прекрасно это знал. He knew it perfectly. He knew it perfectly. Right. A country. Противоположный. У него противоположная точка зрения. He has a country. He has a country. He has a country. Соответственно. He has a country point of view. У него противоположная точка зрения. He has a country point of view. He has a country point of view. У него противоположная точка зрения. Okay. Underneath. They were sitting underneath that tree. This countryside is the most beautiful area in this region. He was standing beside the window. He was absolutely right. Besides. He knew it perfectly. He has a country point of view. Далее. Contrast. Контраст. Например, противоположный. In contrast to him. In contrast to him. He has a very good education. Противоположный. Противоположный. У него очень хорошее образование. In contrast to him. He has a very good education. he has a very good education compare сравним don't compare don't compare these things не сравнивай эти вещи don't compare these things they are completely different они совершенно различные they are completely they are completely different they are completely different don't compare these things they are completely different comparison сравнение сравнение мы не нуждаемся в этом сравнении we don't need this comparison we don't need we don't need this comparison эта вещь очевидная it's obvious или эта вещь очевидная this thing this thing is obvious эта вещь очевидная я знаю это лучше I know it better я знаю это лучше I know it I know it better I know it better и enhance означает улучшить например he wants он хочет улучшить he wants to enhance он хочет улучшить he wants to enhance the situation he wants to enhance the situation he wants to enhance the situation the same пойдем дальше he wants to enhance the situation или он хочет улучшить деятельность показать ли компании he wants me to enhance the performance of the company this performance показать ли деятельность компании he wants to enhance the performance of the company мы с вами подправимся и так получается he wants to enhance the performance of the company и конечно мы с вами проверяем so contrast in contrast to him has a very good education don't compare these things they are completely different we don't need this comparison this thing is obvious I know it better 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 he wants to enhance the performance of the company a good idea окей продолжаем с вами так estimate наш estimate оценить например давайте с вами оценим их убытки let's estimate their losses let's давайте let's estimate their losses let's estimate their losses давайте давайте оценим их убытки value переводится ценить например я ценю вашу дружбу I value your friendship 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 underestimate underestimate недооценивать он недооценивает важность этого события he underestimates he underestimates the importance he underestimates the importance of this event 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 It's beyond my understanding. Это за пределами моего понимания. It's beyond my understanding. It's beyond my understanding. Okay, so, let's estimate their losses. I value your friendship. He underestimates the importance of this event. He overestimates the importance of this event. Overestimate. Beyond. It's beyond my understanding. Далее, breath. Соответственно, есть глагол breathe. Например, he breathes. Он дышит очень быстро. He breathes very quickly. И прощение breathes. А есть breath. Соответственно, его дыхание было очень тихо. His breath was very quiet. His breath was very quiet. His breath was very quiet. Breathtaking. Захватывающе. Например, это совершенно, не знаю, там, совершенно захватывающе очень. It's breathtaking. It's breathtaking. It's breathtaking. Можно усиливать. It's absolutely breathtaking. То есть, это очень захватывающе. Это очень волнующе. It's absolutely breathtaking. Далее, breathe. Мы с вами говорили как раз. Дышать. Breathe. Как breeze. Ветерок. Cool. Прохладный. Там был какой-то прохладный ветерок. There was a cool breeze. There was a cool breeze. Okay. So, breath. He breathes very quickly. His breath was very quiet. Два разных предложения. Two different sentences. It's absolutely breathtaking. Taken. Breathe. Breathe. Cool. Cool. Да, здесь видите, если поднимание, то транскрипция такая же, как и слово. На самом деле, здесь должен быть другой знак. Вообще, на самом деле, я считаю, что полезно, когда вы сами умеете составлять транскрипции. И давайте с вами посмотрим, где у нас был такой же звук. Вот. Соответственно, у нас был звук U. Давайте с вами найдем это и возьмем это из предыдущих материалов. Я думаю, это самый простой будет. Вот такой же звук. Мы просто его скопируем сюда. И получится cool. Все. Все просто. Cool. Вот так. Cool. Обязательно смотрите за транскрипцию. Я считаю, что транскрипция очень помогает. There was a cool breeze. Далее. Storm. The storm уничтожил корабль. The storm destroyed the ship. The storm destroyed. The storm destroyed the ship. Bright. Соответственно, это невеста и groom – это жених. We saw. Мы видели, соответственно, невесту и жениха. We saw a bride and a groom. We saw a bride and a groom. Далее. Engaged. Помолвлены. They are engaged. Можешь сказать, что он признался. He confessed. Он признался. He confessed. Confess – это признаться. That they were engaged. Что они были помолвлены. That they were. He confessed. That they were. They were engaged. He confessed that they were engaged. Confess – это признаться. So, the storm destroyed the ship. We saw. Конечно же, saw. Слово saw. We saw a bride and a groom. He confessed that they were engaged. Confess. Далее. Confession. Confession – это признание. Мы были шокированы. Его признание. We were shocked by his confession. We were shocked by his confession. И, соответственно, brief. Краткий. Я буду краток. I'll be brief. I'll be brief. Я буду краток. Briefly. Коротко. Коротко говоря. То есть, вкратце. Briefly speaking. Briefly speaking. Это был успех. It was a success. Briefly speaking. It was a success. Bright. Bright. Яркий. The light is so bright. The light is so bright. The light is so bright. И brightly ярко. Солнце светило ярко. The sun. The sun was shining brightly. The sun was shining brightly. Солнце светило ярко. The sun was shining brightly. So, we were shocked by his confession. I'll be brief. Briefly speaking. It was a success. The light is so bright. Brightly. The sun was shining brightly. И brightness. Соответственно, яркость. Например, настрой яркость. Adjust. Adjust the brightness. Настрой яркость. Adjust the brightest. Gloomy. Это мрачный проспект перспективы. Значит, там были мрачные перспективы. There were gloomy prospects. There were gloomy prospects. И perspective переводится как перспектива. So, it can happen. It can happen. Это может случиться там в будущем перспективе. It can happen in perspective. It can happen in perspective. И nightmare переводится кошмар. Это был настоящий кошмар. It was a complete nightmare. It was a complete. It was a complete nightmare. It was a complete nightmare. Это был настоящий кошмар. It was a complete nightmare. Right. Okay, that's time. So, проверим этот слайд. И потом у нас будет общее повторение. So, adjust the brightness. There were gloomy prospects. There were gloomy prospects. Right. There were gloomy prospects. Next. Prospect. It can happen in perspective. Nightmare. It was a complete nightmare. Yeah. And let's start from the beginning. Let's revise everything. Harmful. Harmless. Babysitter. Background. Resume. It does harm to the environment. It's harmful. It's harmless to the environment. Where is our babysitter? We can see it in the background. He resumed his work. What's his background? Badly. She speaks English so badly. He was beaten very badly. Her voice is very monotonous. I think this work is very mechanical. I'm tired of this routine. Balloon. The children had several balloons. Kite. We see a kite in the sky. Bandage. Plaster. I have a bandage and a plaster. Show me your cut. Base. Basic. My ideas are based on my personal experience. We studied some basic things. Basics. Let's revise the basics of grammar. Basics. They do it on a regular basis. Found. Moscow was founded in 1147. The foundation of the company was a shocking event. Organization. This organization is very powerful. Her balcony looks so fashionable. The fitness provides the fitness club. Right. The fitness club. The fitness club provides different facilities. Central heat heating. The central heating was off. I can't stand this heat. I want to be fit. What do you think about fitness? She took up aerobics. I prefer an individual approach. This training is very intensive. He is a very experienced trainer. Coach. He is a real expert in English. He is a real expert in business. Guru. He is a guru in marketing. Senior. He is a senior manager. Bold. He is bold. He is old. You need a haircut. His hairstyle is very unusual. He grew a mustache. Ballet. She studied ballet. Bullet. It's a bullet wound. Could you bring this basket to me? I am kidding on playing basketball. Everything was in darkness. We were surprised by his arrival. She got frightened of that bat. Are you afraid of aliens? Aliens? Actually, airlines. So, I am thinking about airlines. But, in fact, it's aliens. So, I am afraid of aliens. My battery is very low. I need to charge it. So, he is loaded with lots of work. Upload. I will upload this video lesson soon. Your ideas are brilliant. Just imagine it. We saw a rainbow. I was swimming in the sea. I was swimming in the ocean. Deep. He dipped into the water. Poor. The rain is pouring. Do you like beans? He grew a beard. I don't bite. It's a jug. Beat. He was beating very badly. The bell rang. There were several visitors. He bakes bread. The temperature is below zero. It's beneath the roof. Underneath. They were sitting underneath that tree. This countryside is the most beautiful area in this region. He was sitting beside the window. He was absolutely right. Besides, he knew it perfectly. He has a contrary point of view. Contrast. In contrast to him, he has a very good education. Don't compare these things. They are completely different. We don't need this comparison. This thing is obvious. I know it better. Better. He wants to enhance. The performance of the company. Let's estimate their losses. I value your friendship. He underestimates the importance of this event. He overestimates the importance of this event. Beyond. It's beyond my understanding. Breath. He breathes very quickly. His breath was very quiet. It's certainly breathtaking. So, breathe. Breathe. Cool. There was a cool breeze. The storm destroyed the ship. We saw a bride and a groom. He confessed that they were engaged. Confess. We were shocked by his confession. I'll be brief. Briefly speaking, it was a success. The light is so bright. Brightly. The sun was shining brightly. Adjust the brightness. There were gloomy prospects. Prospect. It can happen in perspective. Nightmare. It was a complete nightmare. Yeah, but that's not about our lesson. So, I really hope that it was a good job. Thanks for support. So, bye my friends. Good luck.